Всем привет! С вами снова я, меня зовут Алексей Чижов, я работаю в компании Burton. И сегодня у нас специфическая тема, непростая, но очень важная. Сегодня я здесь для того, чтобы поделиться с вами знаниями и рассказать про детское снаряжение, которое производится компанией Burton. Про новинки, про модели этого сезона 16-17. Ну, начну, наверное, с того, что детское снаряжение — это принципиально важное направление развития для бренда Burton, для компании. И речь, конечно, не просто о снаряжении, речь вообще о развитии сноубординга. То есть Burton всегда ставился тем, что привносил очень многое в сноубординг, в развитие этого вида спорта и, собственно, в прогресс. А прогресс начинается, естественно, и саморазвитие начинается с детей, с подростков. Поэтому, скажем так, производство детского снаряжения — это не сопутствующее направление для бренда. Это принципиально важный момент, в который вкладывается много энергии, много сил, много внимания. И на выходе мы получаем очень крутой продукт. Естественно, в компании представлена продукция для детей любого возраста. Но я бы хотел еще немножко заострить внимание на принципиально важных моментах. То, что создается брендом, помимо снаряжения, да, какая площадка создается для того, чтобы дети учились, развивались и катались на сноуборде вместе со своими родителями. И катались даже лучше, чем они. Ну, стоит отметить проект, который существует в Burton уже порядка 10 лет. Он называется Riglet Park. Вы наверняка видели его и в России. Последние несколько лет он появлялся в различных парках Москвы, в центре Москвы, в том числе благодаря магазину «Траектория». И интересен он тем, что дети могут попробовать себя в сноуборде, причем начиная с самого раннего возраста. На моей памяти самый молодой участник нашей программы была девочка, которой был всего один год и два месяца. То есть она еще, на самом деле, даже плохо стояла на ногах, очень плохо ходила, но, тем не менее, попробовала себя в сноуборде, ей очень понравилось. Надеюсь, что она в будущем станет настоящей сноубордисткой. Перейдем к снаряжению, к оборудованию, которое создается брендом. Начнем с доски, которая называется Riglet Board. Ну, доской ее назвать не совсем получается, потому что она сделана полностью из пластика. На самом деле, это очень прикольно в том плане, что ребенка можно учить кататься на сноуборде даже дома. Вы можете смело прикрутить крепление, одеть ребенку сноубордические ботинки, поставить его на сноуборд. И даже на ковре, например, там на паркете, не боясь, что он поцарапается, испачкается, порвется и так далее, задать, скажем так, первые азы обучения сноубордингу у ребенка. Для этого есть такая специальная рулеточка, которая расположена на носу сноуборде. Она выдвигается на длину порядка полутора метров. Соответственно, вы можете просто его катать за собой, в том числе в дальнейшем, когда выпадает снег, вы можете выходить на улицу, проделывать это все на плоскости, например, просто на каких-то заснеженных участках у вас во дворе. После этого вы можете выходить смело на небольшие горки и уже, собственно, начинать практиковаться. Доска рассчитана действительно на самых маленьких детей. В принципе, от, ну, как я уже говорил, у нас были участники от года с небольшим, но, в принципе, ориентировочно стоит, ориентироваться стоит на возраст порядка двух лет и выше. Внимательный факт. Первая фотография олимпийского чемпиона неоднократного Шон Вайта на сноуборде сделана как раз, когда ему было всего два года. Как уже сказал, сноуборд сделан полностью из пластика. Ну, очень прикольная штука, его практически невозможно сломать. Вот, она как бы гнется во все стороны, бессрочная, долговечная, можете ее смело потом передавать по наследству внукам, правнукам и так далее. Из конструкционных особенностей важная составляющая в том, что сноуборд сделан, скажем так, в виде такой лодочки небольшой. То есть у него канты, место как бы кантов, на которых ребенок должен поворачивать, чуть-чуть завалено вверх в этих местах с каждой стороны. И, соответственно, на такой доске ребенку очень сложно поймать кант, соответственно, удариться, расстроиться и разлюбить, собственно, кататься на сноуборде. Поэтому он создан специально для того, чтобы знакомство с этим видом спорта для ребенка было комфортным, безопасным, и он получал только удовольствие от этого. Следующая модель сноуборда – досочка Чоппер. Собственно, это вариант для мальчиков. Есть, в принципе, точно такой же сноубордик, который называется Чиклит. Он сделан в более, скажем так, девчачьем дизайне, отлично подходит для девочек. Ну и, собственно, это уже, скажем так, полноценный сноуборд с деревянной начинкой. То есть это уже такой практически взрослый снаряд. Стоит отметить, что для совсем маленьких детей есть также вот такие вот здесь накладочки на тейле и на носочке, которые позволяют отдельно прикрутить такую же рулетку, как и на риглитборде. Соответственно, все то же самое вы сможете проделывать с ребенком, поставить крепление и начинать, собственно, его учить кататься с самого маленького возраста. Эта модель делается в ростовках от 80 см, то есть для совсем маленьких детей, и до 130 см, то есть уже для, в принципе, подростков. Тут на информационной наклейке очень удобно можно ознакомиться с всеми параметрами, чтобы правильно подобрать сноубордик для вашего ребенка по весу, ну и, в принципе, заложить какой-то, скажем так, запас, потому что дети быстро растут, соответственно, он из сноуборда может достаточно быстро вырасти. Следующая модель, которую мы сегодня рассмотрим, называется Process Smalls. Ну, это уже, скажем так, практически полноценный сноуборд. Мы видим, что здесь уже расположены закладные ченнел, которые ставятся, в принципе, на взрослые, на все взрослые доски в линейке Burton. Здесь достаточно полноценно, скажем так, представлена вся палитра технологий, в том числе относительно свежая, буквально второй год выпускающаяся технология, которая называется Fillet of Lex. Она интересна тем, что сердечник в сноуборде сделан специально чуть более тонким, за счет этого увеличивается, как ни странно, увеличивается его прочность, то есть его значительно сложнее сломать, он очень хорошо гнется. За счет этого доска очень маневренная, верткая, управляемая, ну, собственно, все те преимущества, которые даются мягким доскам продольным. Но при этом для того, чтобы доска контролировалась на скорости, на заездах на трамплины, приземлениях и так далее, увеличена торсионная жесткость у этого сноуборда. То есть на скруче он работает значительно лучше, чем аналоги. За счет этого получилось такое интересное сочетание технологий, то есть мягкая, игривая, маневренная доска, при этом которая хорошо держит вас на скорости при некомфортных склонах, ледяных склонах и так далее и тому подобное. Сноуборд полностью двиновый, как по шейпу, то есть носок полностью симметричен пятке, так и по жесткости. То есть набор сердечника внутри также симметричный, носка относительно пятки. Форма доски Flat Top, то есть плоская серединка и рокерные участки на носке и на пятке сноуборда. Соответственно, ну также очень комфортный шейп доски для того, чтобы начинать кататься, учиться и в том числе в дальнейшем прогрессировать. Естественно, на все доски с каналом Бертон предоставляет трехлетнюю гарантию. Это, в принципе, самый большой, скажем так, гарантийный срок в индустрии сноуборда. То есть никто таких гарантий на свою продукцию больше не дает. Дальше у нас две модели. В принципе, они очень похожи между собой технологически. Они, надо сказать, одинаковые. Это модель Feelgood Smalls и Custom Smalls. Скажем так, это младшие братья и сестры легендарных моделей, собственно, по взрослой линейке. Доски Custom и, соответственно, доски Feelgood женской. Ну, это уже, скажем так, совсем полноценный сноуборд. Это не совсем правильно называть его детским снаряжением. Это снаряжение для подростков, которые уже очень круто катаются, прыгают с больших трамплинов, катаются на больших скоростях. Ну, в общем, с легкостью превосходятся уже своих катающихся родителей. Набор технологий также здесь впечатляет. И та и другая доска выполнена с прогибом Flying V. Соответственно, наиболее универсальная форма, которая позволяет вам кататься во всех условиях. В пухлом снегу, подготовленных трассах, парках, пайпах и так далее. Также доска и одна и другая полностью твиновая. И по направлению, и по шейпу. Соответственно, ребенок может делать свои первые шаги в парковом катке. Да, как уже сказал, здесь, естественно, также закладные channel со всеми преимуществами. То есть настройка креплений, очень точная под ребенка. И также работа сноуборда под вашими креплениями. То есть за счет крепления EST, доска полноценно работает. И база крепления не мешает ей, собственно, гнуться и, скажем так, полностью выкладываться. Перейдем к остальным составляющим детского снаряжения. Это... Ну, давайте начнем с креплений. У нас представлена модель Mission Smalls в двух цветах. Что хочется в них отметить? Ну, во-первых, по материалам. Материал и базы, и хайбека поликарбонат, соответственно, достаточно мягкий материал, который достаточно прочный и прослужит достаточно долго. Плюс ко всему, очень комфортный для катания. То есть ребенку не будет каких-то неприятных, негативных ощущений от катания. Он хорошо держит ногу, но при этом нигде не будет особо передавливать. Также я бы обратил внимание на то, что даже в детских креплениях используется асимметричный хайбек, соответственно, отличающийся слева и справа, сделан анатомично под стойку ребенка, под ноги. Также добавляет комфорта в катании. Также сделан асимметричный стреп, чтобы равномерно облегать ботинок, нигде ногу не передавливать, но при этом поддерживать ее и хорошо фиксировать. Отметил бы технологию Flex Slider, безусловно, да. Слайдер, который перестал Бертон делать из пластика и стал его делать полимерным. За счет этого он имеет возможность вот так вот откидываться, да, но при этом совершенно точно он очень прочный, он не ломается, не трескается ни в холодную погоду, ни там, если вы на него наступите или что-то с ним произойдет. Ну, даже если это и случается, то компания Бертон дает пожизненную гарантию на эту запчасть. Вы смело можете ее обратиться и поменять. И также я бы обратил внимание, что Бертон делает детские крепления также с технологией Reflex. То есть, в принципе, оно выглядит как обычное дисковое, но это лишь на первый взгляд. На самом деле база этих креплений имеет разрыв в нижней части и верхней части, что дает очень важное преимущество. То есть эти крепления позволяют доске также работать под, собственно, под базой этих креплений. Доска работает на всю свою длину. В принципе, перейдем к ботинкам, детским ботинкам. У нас здесь с вами сегодня два образца. Один ботинок называется Ambush Smalls. Ну, стоит сказать, что это тоже, скажем так, практически полноценный взрослый ботинок, но который делается в детских размерах. По технологиям здесь мы видим шнуровку SpeedZone. Самая быстрая, самая оптимальная, самая надежно фиксирующая шнуровка, которая используется эксклюзивно на Бертон. Очень легкая и мягкая подошва DinoLite. Очень комфортная, позволяющая ребенку находиться в ботинках достаточно долго, при этом ноги не будут уставать. Он сможет целый день привести в катании без каких-то там неприятных ощущений, таких, как затекшие или уставшие ноги. За счет нее также ботинок очень легкий, он практически ничего не весит. Соответственно, опять же, позволит ребенку дольше кататься и быстрее прогрессировать. И вторая модель, которую мы сегодня посмотрим, называется она ZipLine. Она существует в двух вариантах. Один вариант на размеры чуть побольше. Выполнена она со шнуровкой Boa. Соответственно, ну, также очень, скажем так, известный производитель шнуровки. Ребенку достаточно просто с ней управляться, застегивать, расстегивать. И я бы отметил здесь преимущество Бертоновской, Бертоновской Boa относительно других. Бертон эксклюзивно делает Boa шнуровку не с металлическим тросом, который может, скажем так, наносить вред ботинку, может лопнуть, еще что-то. Бертон делает эксклюзивно Boa с шнуром от New England Rope. Это такая очень известная английская компания, которая занимается производством веревок. В том числе все шнурки Speedzone сделаны именно из этой веревки. В чем плюс? Ну, в случае, если на горе вдруг происходит досадная неприятность, да, и, например, рвется шнурок, то вы его всегда сможете хотя бы просто завязать, для того, чтобы доехать донизу до сервисного центра и там уже его полноценно заменить. В принципе, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Развивайте любовь к сноубордингу не только у себя, но и своих детей. Вы сами знаете, что это прекрасное занятие. И если ваши дети займутся им, они получат только наибольшее количество положительных эмоций от жизни и будут радоваться так же, как и вы вместе с вами. Спасибо, подписывайтесь на канал и до будущих встреч.